Всем привет! Это канал Ломая Стереотипы. Нас зовут Саша и Аня. Уже больше месяца мы находимся в путешествии автостопом. За этот месяц мы доехали из Нижнего Новгорода до Крыма, не спеша проехали по всему его южному берегу до Севастополя и уже через Симферополь вернулись назад на материк с новой целью посмотреть 4 города Абхазии. В этом видео мы продолжаем гулять по Сухому, прощаемся с ним и едем в Новый Афон, где нас застает гром и молния. Желаем вам приятного просмотра! Сегодня мы добиваем Сухомские достопримечательности. Мы подошли к маяку Сухомску, закинулась в воротами он находится. Шли мы довольно-таки около 5 километров. 5,5 километров. Отношли ему такие эмоции. И вот уже подходим к месту, где этот маяк расположен. Уже видно малышко, а маяка пока не видно. Но скоро он где-то появится. Вот нам показалось, что это маяк. Вообще написано, что там должна быть смотровая площадка наверху. Но это не подсказывает, что речь о ней уже давно не идет. Это просто заброшенная. Вообще вот по Сухуму даже стоит отметить то, что вот большинство сайтов предлагают одни и те же достопримечательности. Но как мы вот видим на практике, все достопримечательности уже очень давно заброшены. Превратились в свалку, в разруху. И я просто не понимаю. Люди каждый год копируют, обновляют сайты, не проверяя вообще информацию. Зачем и для чего это? Ребятки, читайте отзывы. Ну вообще сейчас зайдем поближе, посмотрим, может там можно подняться. Мы любим с тобой заблажки. Маяк закрыт. Естественно, никакой смотровой площадки здесь нет. Зато опять вокруг валяются бальбуляторы, сприцы и так далее. А еще здесь были гости из будущего. 2024. Киска, ты у меня такой внимательный. Блин, на самом деле я вот немножко подростойна. Пятьдесят половиной километров по измеряющей жаре. Я впервые думала, что попаду на маяк. Что-то я прямо из-за чаровашка. Ну ладно, зато тут есть малышка, сейчас пойдем к Фадьбе. В общем-то, ребятки немножко расстроенные. Но наделавшие кучу довольно неплохих фото, мы решили пойти на центральную набережную, чтобы искупаться там. Поэтому 5,5 километра, скажем. Все, все не о чем. А у меня там хвостик. Хвостик. А кто-таки хвостик куплен через шаг? Ну да, Дима, я конечно обидно, что не забрали с него. Но, тем не менее, на маяк мы посмотрели. Он такой весьма аутентичный, старенький, ржавый. Было весьма интересно. Конечно, возможно, идти ради этого десятку. Ну, я мало кому посылок, но, в принципе, я не очень расстроен. Ну да, к тому же, все равно у нас на сегодня больше планов нет, кроме как отдыхать и купаться. А вы с нами. Угу. Мы снова купались только что. А мы уже путаем на море, но вообще не надоело купаться. Да. А как может морушку надоесть? Она уже такая теплая. И она говорит, что «Войди из меня!» А как стоять перед таким предложением? Да. Я вот не могу. Я тоже, пока не могу. Хотя, сегодня она прохладненькая. Но все-таки у меня все не понравится. Не августность. Да. Хочу вам рассказать еще один, мне кажется, показательный случай. Мы сейчас заходили в местный супермаркет, кормилицем он называется. Мы купили только адыгейский сыр. Он стоил 122 рубля 64 копейки. Мы, значит, подходим к кассе. Она поживает, говорит, 123. Я думаю, ну блин, ребята, вообще-то обычно копейки округляют в пользу покупателю. Ну окей, ладно, чё, жалко, что это рубля. И я подаю ей, значит, мелочь в ладошке, там сколько-то было, не знаю. И там получается есть 20 рублей, а остальные монеты есть 2 рубля, 2 рубля и 5 рублей. Раз, смотри, если как бы бездачки, я говорю, ну ладно, давайте что-то 22. Все-таки, все-таки мне округлили копейки. Говорят, ну блин, не знаю, как это у них работает так. Видимо, не важно. Мы вернулись домой раньше обычного. И смотрите, какой тут потрясающий закат. Мы как раз успели вовремя. Сейчас проводим солнышко, чтобы завтра сказать ему доброе утро. Такая красота. Все, завтра уже мы покидаем это место. Завтра вечера тут не будет. Добрый день, ребятки. У нас начался новый день. И мы уже собираемся в путь. Сегодня нам предстоит дорожка в Новый Афон. Будем ехать автостопом. Ну, планируем ехать автостопом. Посмотрим, что получится, а что нет. А пока мы прощаемся с этим местом. Говорим ему до свидания. Быть может, когда-нибудь мы увидимся с тобой вновь. Кстати, хотелось бы отметить то, что хозяин от Огостевого дома вчера сказал вам, что мы можем остаться бесплатно еще на несколько дней. Но, к сожалению, на сравнение в Брест, нам уже через неделю нужно выехать из Абхазии, чтобы улететь домой в Афон. Мы не смогли воспользоваться в Огосте Хрису. Но это очень приятно. Очень. Да. Дорога не ждет. Пошли, путешественник. Че, братан, тоже в машинке степишь? У тебя более эффективная позиция, ты прям так встал, чтобы никто не проехал, блин, к тебе. Нормально. Пять минут ожидания, одна машина, и мы в Новом Афоне идем заседаться в наш новый домик. Что, ребятки, мы уже приехали. И вот наша шикарная комнатка. Стоимость 500 рублей в сутки. Комната на троих. Были и другие варианты, кстати, в этом гостевом доме. Но тут есть вид на море. Конечно, море вдалеке, но все-таки вид есть. А учитывая то, что кухня тоже летняя, и тут есть столик и стульчики, я уже заняла свое почетное место. Буду я тут сидеть и любоваться вечером. Вот. Так это все выглядит. Честно сказать, немножко деревня. Но, в Ангарова отдыхают. Но, я думаю, будет круто. Мне кажется, это самая просторная комната, которую мы с тобой когда-либо снимали вообще. Да, она просто большая. Тут можно много. Да, она гигантская. Тут есть кондер, двухспальная кровать сделанная из двух односпальных. Еще типа раскладушка кровать, вешалка, ванная, свет имеется, туалет, раковина, горячая вода. Все есть. 500 рублей в сутки. Блин. Круто, круто, круто. Все круто. Вот, ребят, прошло полдня, а мы настолько обленившиеся люди, что нам уже лень куда-то идти. Сашка, что ты хочешь по этому поводу сказать? Что все пора. Аня, чтобы я хотел идти. Вообще, куда ты не пойми, куда, за 15, не знаю, 20, 30 килограммов, я это только перепадную, слою, я его альбомер, 2-3 часа, 6 дней, через 2 часа, наслебение, ничего нет, ты мне прошу, тебе 30 килограммов, пустоту вообще, в третосферу нафиг. Куда? Куда? Я двигаюсь, благословить, нет, пойдем. Теперь, я ее привыкну, пойдем, вот, все, все, не говорю, нет, я устала. 30 килограммов, в третосферу, она собралась, все это нормально, а до магазина, пока, она говорит, я убедилась, и говорит, устала. Не слушайте его, он все в рот. А вообще, ребят, знаете, что мы подумали? Мы вот два предыдущих дня ходили по 20 километров, пожарище, хотя могли, по сути дела, передвигаться на общественном транспорте. Вы знаете, что в Сухуми проезд в маршрутке стоит 10 рублей, а проезд в троллейбусе 5. Ну, про троллейбус мы не уверены, потому что мы там не ездили, но в маршрутке реально 10. Мы сегодня, когда выезжали из города, это испытали на себе. Это очень круто, мы на двоих 20 рублей потратили. Я таких цен уже вообще не помню, когда видела. А сколько корового, это было? Нисколько это было. Мы, кстати, в Галмакуе. Мы находимся где-то в полутора километра от центра. И судя по полному месту, где мы идем, мы в полной же. Ну, вообще, просто в деревне, по сути дела. Да, потом, не видно даже море. Вот я бы и там, как бы, кусты моря не видно, и, конечно, в такой деревне, притом, явно не в самой современной. Ну, какая-то глухая обычная деревня. Лепухи то и делаем на дороге. Когда мы еще с ними зайдем в деревню? Да. Когда? И будем радоваться. Да, да. И зачем? Это, в принципе. Нет, это, в принципе, нет. Нет, это, в принципе. не в порядке. Нет, это, в принципе. Это, в принципе, нет. Это, в принципе. Это, в принципе. Но, чтобы мы продолжать, Я не знаю. Я не знаю, Друзья, если вы когда-нибудь мечтали побывать на диком пляже, где нет людей, то знайте, дикий пляж выглядит именно так. Здесь очень много плавника и мусора, который много выбрасывают на берег. Все дикие пляжи, где бы они не были, в Абхазии или Невандирах, выглядят именно вот так. Как это не печально. Ребят, у нас начался дождь и мы решили не ходить все-таки сегодня на прогулку, так как осталось до темноты два часа. Зашли просто в магаз и вернулись домой. Дождик усилился, поэтому сегодня мы будем снова отдыхать. И больше никуда ходить не будем. Будем надеяться, что завтра будет хорошая погода, и мы будем смотреть новый Афон. Ну, а если нет, то будем отдыхать дальше. Мы тут решили приготовить покушать, а купили мы, собственно, сегодня пельмени. Это точно не в магазине. В магазине купили несколько где-то. Пельмени. Упаковка. Это реальная упаковка пельменей. То есть я могу просто ее открыть, закрыть, еще раз открыть, переложить пельмени, еще раз закрыть. И это я не знаю, как воспринимать. Но, упаковочка говорит, что они свеженькие, им всего два дня. И это, кстати, тоже приятный факт. Мне кажется, таких свежих пельменей я еще не разу не ела. Но, опять же таки, возможно, тут просто их открыли, поменяли этикетку и закрыли. История умалчивает. На улице просто дичайший ревень. Даже глаза очень сильный гром, молнии. Выключенный свет во всей деревне. Мы сидим с фонариком. Это очень пельмешки. Да, и решили пойти в помещение. Потому что там, во-первых, там дождик, он заливает. Очень сюда близко, очень сильный ветер. И это страшно довольно. Да. Хорошо, что у меня палатка сидит. Да. Хотя, когда у меня сегодня были на полушке, я прямо с грустью подумала о том, что я жалоба, что я не спала. Ну, не в этом дадишь. Да. Точно не сегодня. Спасибо. 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 Продолжение следует...